Вот цените ведь печенье, чай, кофе, лимонад, соки, шоколадки. Еще три месяца назад сюда заходили только за спиртным и закуской. Небольшому заведению общепита на улице Победы уже более 20 лет. Теперь алкогольное прошлое забыто. Сегодня владелец бывшей разливайки Александр Волков рассказывает, чтобы не закрывать точку, пришлось сменить профиль. Нынешний ассортимент – сладости и безалкогольные напитки. По словам Александра, ничего кроме клиентуры не поменялось. Выручка осталась прежней. Пьяничушки, ну, естественно, пропали. То есть они вот заходят, я их провожаю всех в соседнюю дверь. Там алкогольный магазин. Одиноких очень много. Поесть негде, готовить негде. Вот они заходят, ну хоть чаю, стакан. Всего в черном списке полицейских около полусотни таких заведений по всему городу. По области эта цифра в два раза больше. В Самаре уже закрылись около 30 разливаек на первых этажах домов. Еще более десятка сменили профиль. Продают фрукты, сладости, хостовары, текстиль. Стать алкогольным магазином, а не заведением общепита с возможностью выпить на месте нельзя. На следующей точке на улице Пугачевская двери в бывшее пристанище любителей отдохнуть без затей закрыты. Помещение сдается в аренду. Жители соседних домов наконец-то вздохнули с облегчением. Тут кругом школы, тут кругом детские сады, ну это надо как-то прикрывать в такие заведения. Потому что тут кругом дети бегают, играются. Сейчас лето, сейчас все дети, кто там должны быть в садиках, а кто не в садиках, они все равно тут рядом все равно бегают. И получается так, что они смотрят на пьяных людей, которые валяются здесь вот это вот. Это стыдно, это стремно. Я считаю, что это позор. Если хозяева заведения на Победе и Пугачевской предпочли закон соблюдать, то их коллеги с улицы Свободы свободно продолжают работать. Хоть и на дверях табличка ремонт и внешне никаких признаков, что здесь ведется незаконная торговля, от зорких глаз жителей сборище посетителей под шофе не утаишь. Пьяные здесь не в том количестве, как раньше, но тем не менее все еще остаются. Это свидетельство о том, что естественно кто-то им здесь наливает. И собственно есть конкретная информация от жильцов, что просто иногда осуществляется торговля с задней двери, пока внешне все закрыто. О каждом подобном случае жителям следует сразу сообщать в полицию. С недобросовестными торговцами бороться обещают жестко. Будем все изымать, доказывать, ну где-то размер, в зависимости какие протоколы, если ООО, то до 300 тысяч рублей. Будем стараться закрывать их от 30 до 90 суток. По статье 6.4 будем инициировать с Роспотребнадзором выходить в суды. Будем закрывать, если не понимаете, опечататься по решению суда. Согласно новому закону, алкогольные заведения на первых этажах зданий, где посетителям наливают на месте, должны прекратить работу с 1 августа. Тогда же вступило в силу постановление о запрете продажи спиртного после пяти вечера по воскресеньям. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.